Здравствуйте! Пятый урок нашего видеокурса «Картинок из немецкой жизни». В этом уроке, как всегда, у нас с вами работа над двумя основными сюжетами. И первый сюжет будет называться «В баре». Как вы помните, Моника с Петером были в кино, и после кино Петер приглашает Монику в бар. Итак, первый сюжет пятого урока «В баре». Схема работы над материалом у нас остается прежней. Вначале я продемонстрирую вам серию слайдов и озвучу эту серию. Ваша задача, напомню, будет постараться максимально близко к тексту, запомнить тот материал, который прозвучал. И вот те самые подсказки, которые есть в слайдах, естественно, помогут вам сориентироваться в репликах персонажей. Итак, мы, напоминаю, приступаем к работе над первым сюжетом пятого урока нашего видеокурса. Схема работы над материалом урока «В баре». Схема работы над материалом урока «В баре». geben sie mir bitte die speisekarte aber bitte gern ich danke ihnen was möchten sie essen ich esse gern schokoladen eis herr ober bringen sie uns bitte zwei schokoladen eis da ist schon unser eis ich wünsche ihnen guten appetit danke gleichfalls was glauben sie fräulein weber können sie den film auch ihrer freundin empfehlen natürlich der film ist ausgezeichnet auch die schauspieler sind sehr gut und besonders gefällt mir die bess mir auch aber nicht nur die bess morgen bin ich in schönefeld du kennst ja den zentral flughafen sportstudenten aus finland besuchen die universität und ich bin ihr betreuer ich wünsche dir morgen viel freude peter вот такой диалог состоялся в паре между петером и моник по своему словарному составу этот диалог особых сложностей представлять не должен но обращу ваше внимание лишь на некоторые существительные которые характеризуют именно вот эту ситуацию в баре в кафе или в ресторан и так дир стул дир тиш дир шпайзе дир шпайзе дир шпайзе карте дас айс дас шоколаден айс и некоторые глагуле деки как besetzen gefallen gehören tanken empfehlen geben и wünschen что касается второй части этого небольшого сюжета то как вы уже поняли речь идет о том что петер должен в аэропорту встретить группу студентов из финляндии вот некоторые слова которые я хочу вам напомнить в связи с этой речевой ситуации и так дир флук дир хаффен дир централь флук аффин и университет дир петроя и некоторые устойчивые выражения тоже обратите пожалуйста на них внимание такие как в царю для фальс фил фройде вот пожалуй наверное и все те особенности лексического состава словарного состава этого диалога которые могут вызвать трудности на которые я хотел бы предварительно обратить ваше внимание ну а безусловно большую проблему может вызвать синтаксические и грамматические трудности которые также встречаются в диалоге первого сюжета этого урока здесь действительно есть некоторые трудности которые вот с моей точки зрения подлежат обсуждение ну во первых как вы наверное заметили в этом диалоге мы с вами сталкиваемся с очередным падежом в склонении существительных это датв вот несколько примеров их эльфе дым фронт или я кауфт сайным кэнд эй бух это касается не только повествовательных предложений но и вопросительных предложений например с вопросительным словом веем эльфэн зи и ответ соответственно будет звучать их эльфе тем фронт и так напомню в диалоге мы с вами сталкиваемся с датином падежом да и так же мы можем уже подвести некий итог нашему знакомству с системой личных местоимений в немецком языке то есть вот уже на этом этапе мы с вами повторили либо кто-то познакомился с системой личных местоимений так как она представлена в немецком языке мы можем обобщить теперь эту систему и так напомню именительный падеж номинатив исходный падеж местоимений единственного числа звучит следующим образом их ту эр зи эс серия множественного числа ве и зи и вежливая форма зи дальше мы обращаемся к косвенным падежам в которые стоят местоимения прежде всего это акузатив и так основные формы звучат следующим образом мейх дейх ин эс зи это серия единственного числа и серия множественного числа унс ойх и зи вежливая форма тоже зи и наконец поскольку в этом сюжете проходит и третий падеж дать соответственно и мы можем восстановить всю серию форма личных местоимений именно в этом падеже в татив и так серия единственного числа звучит ми ди им им и и серия множественного числа унс ой и и вежливая форма также звучит и вот таковы серии личных местоимений серия единственного числа серия множественного числа и соответственно распределение по падежу что представляет на мой взгляд особую сложность так это порядок слов в простом повествовательном предложении когда у вас в предложении появляется больше чем одно дополнение причем дополнение когда оно бывает в количестве двух и больше соответственно может стоять в разных падежах причем дополнение может быть выражено как именем существительным так и личным местоимением так вот что касается порядка слов в простом повествовательном предложении когда в этом предложении мы имеем более чем одно дополнение так здесь действуют следующие правила если у вас в предложении появляются два дополнения одно из которых стоит в татив а второе в акузатив то порядок слов предполагает что первое место занимает дополнение в татив второе место дополнение в акузатив например исходная фраза звучит так и а вот производные фразы будут иметь следующий вид в отрицательной форме и вопросительные предложения также сохраняют такой же порядок слов Итак, обратите внимание, что при наличии двух и более дополнений во фразе, первое место занимает дополнение в датвив, а второе в акузатив. Сложнее ситуация, если в качестве дополнения выступают личные местоимения в косином падеже. Тогда правило распределения порядка следования, дополнение следующее в современном немецком языке. Если у вас представлено дополнение личным местоимением в датильном падеже и существительным в акузатив, то тогда первое место занимает дополнение, выраженное личным местоимением в датильном падеже, А второе место занимает дополнение, выраженное именем существительным в акузатив. А вот если у вас присутствует во фразе дополнение, выраженное личным местоимением в акузатив, и, например, дополнение, выраженное именем существительным в татив, то порядок будет несколько иным. Первое место займет дополнение, выраженное личным местоимением в акузатив, а за ним последует дополнение в татив, если оно представлено именем существительным. И точно так же, если во фразе встречаются два дополнения, одно из которых выражено личным местоимением в акузатив, а второе личным местоимением в татив, то первое место займет личное местоимение в акузатив, второе личное местоимение в датив. Вот давайте с вами на конкретном примере посмотрим серию фраз. Ich gebe dem Freund die Zeitschrift. Ich gebe ihm die Zeitschrift. И следующие две серии. Ich gebe sie, имеется в виду die Zeitschrift dem Freund. Либо ich gebe sie, имеется в виду die Zeitschrift ihm. Итак, вот обратите внимание на этот своеобразный порядок слов в немецкой фразе, когда у вас во фразе более чем одно дополнение, выраженное либо именем существительным в том или ином падеже, либо местоимениями в том или ином падеже, либо сочетанием личного местоимения и имени существительного. Итак, еще раз я напомню вам всю серию фраз. Ich gebe dem Freund die Zeitschrift. Ich gebe ihm die Zeitschrift. Ich gebe sie dem Freund. Ich gebe sie ihm. Вот таково несложное правило порядка слов во фразе современного немецкого языка. Ничего сложного здесь безусловно нет, здесь просто нужно помнить о том, как распределяются серии дополнений во фразе в разных падежах и выраженных разными частями речи. Вот такой небольшой лексический и грамматический комментарий я хотел бы предпослать следующему этапу работы над языковым речевым материалом первого сюжета нашего очередного урока видеокурса. Итак, мы с вами переходим к следующему этапу работы. Наша задача, напомню, будет внимательно прочитать текст. Теперь уже нам нужно будет поработать именно с текстовым материалом. Итак, все те же персонажи, напомню, сюжет называется в баре, и все те же персонажи присутствуют в этой сценке. Итак, Пейта и Моника. Пейта и Моника. Пейта и Моника. Спасибо. Gleichfalls. Was glauben Sie, Fräulein Weber, können Sie den Film auch Ihrer Freundin empfehlen? Natürlich, der Film ist ausgezeichnet. Auch die Schauspieler sind sehr gut. Und besonders gefällt mir die Bess. «Мир auch, aber nicht nur die Bess.» «Morgen bin ich in Schönefeld. Du kennst ja den Zentralflughafen. Sportstudenten aus Finnland besuchen die Universität. Und ich bin ihr Betreuer.» «Ich wünsche dir morgen viel Freude, Peter.» Вот такой несложный диалог, который состоялся, напомню, в баре между Петером и Моникой. Перейдем к третьему этапу работы над нашим материалом, над материалом первого сюжета. Напомню, задание. Я продемонстрирую вам сейчас серию слайдов и попрошу вас максимально близко к исходному тексту, опираясь на вот те визуальные подсказки, которые скрыты в рамочках верхней части слайда. Итак, опираясь на эти подсказки, максимально близко к исходному тексту попытаться восстановить текст реплик, которыми обмениваются персонажи этого диалога. Добро пожаловать. Первый деньデан TP Скажите с исходным текстом. Добро пожаловать в интерь Продолжение следует... 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 Ich glaube... Wir müssen... Aller... Wir fahren... Und... Die... Die... Darf... Und... Name... Das... Das... Dar... Und... 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 Третий момент... В этом сюжете... Der... 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 Das... 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 Серия слов, которые необходимы для ориентации в аэропорту при прохождении, например, паспортного или таможенного контроля. Такие как «der zoll», «der angestellte», «der flughafen», «das flugzeug» и несколько глаголов, такие как «landen», «starten», «bezahlen», «holen». Вот, пожалуй, и весь комментарий, который может относиться к словарному составу диалога второго сюжета этого урока. Что касается, однако, грамматических моментов, то, как вы заметили, они идут по нарастающей, сложность грамматики идет все время по нарастающей, от урока к уроку. И вот в этом конкретном сюжете мы сталкиваемся уже с серией модальных глаголов, таких как «zollen», «wollen», «dürfen», «müssen». И здесь, прежде всего, необходимо вспомнить о том, что это глаголы, которые изменяются не по общим правилам. Вот я в качестве примера могу привести вам спряжение модального глагола «zollen» в настоящем времени. Ich soll, du sollst, er, sie, es soll. Wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Глагол «dürfen» имеет следующие особенности спряжения. Ich will, du willst, er, sie, es will. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Глагол «dürfen». Ich darf, du darfst, er, sie, es darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. И наклоняется глагол «müssen». Ich muss, du musst, er, sie, es muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Обратите, пожалуйста, внимание при работе над речевым материалом этого сюжета на предлоги. Предлоги «in», «an» и «auf». Я не случайно обращаю ваше внимание на эту серию предлогов, потому что, напомню, эти предлоги могут по-разному вести себя в разных контекстах. А именно, после них может идти дополнение либо в дательном падеже, либо в винительном, либо в датив, либо в акузатив. Если общая ситуация отвечает на вопрос «wohin», «kuda», то есть обозначаются центробежные направления, тогда после этой серии предлогов вам нужно употребить акузатив. Ну, например, «wohin geht er?» «Er geht in das Zimmer an die Bar auf den Bahnhof». Если же ситуация отвечает на вопрос «wo», то вы должны употребить после этих предлогов «dativ». например, «wo wartet er dann?» «Er wartet in dem Zimmer an der Bar auf dem Bahnhof». И еще один комментарий к тому материалу, с которым вы столкнулись в диалоге второго сюжета. Неопределенно личные местоимения «mann», которые оформляют неопределенно личные предложения, которые соответствуют русским. Ну, например, «в Германии любят пить кофе». Так вот, эта фраза в немецком языке оформляется при помощи неопределенно личного местоимения «mann». И будет звучать следующим образом. «In Deutschland trinkt man gern kaffee». Вот, пожалуй, и весь комментарий лексического и грамматического порядка, на котором я хотел бы сакцентировать ваше внимание. Ну, а теперь мы можем перейти ко второму этапу работы над речевым материалом. Напомню, мы должны будем сейчас поработать с текстом. Основные действующие персонажи этого сюжета уже знакомы нам Петер, доктор Мюллер, «der Zollangestalte и der Portier». Ну и, безусловно, те студенты из Финляндии, которых встречает Петер. 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 И тут есть парка. Петер. 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 gleich unseren kaffee bezahlen einen moment noch bitte die zollkontrolle ist gleich zu ende da kommen schon unsere gäste willkommen in berlin sind schon alle koffer im bus wir fahren jetzt in das hotel berolina die meldescheine holen wir an der rezeption darf ich ihnen gleich den schein erklären name vorname beruf geburtsdatum geburtsort wohnort staat passnummer unterschrift das gepäck ist schon in ihren zimmern wahrscheinlich möchten sie jetzt in ihre zimmer bitte kommen sie um zwölf uhr in das hotel restaurant dort wollen wir essen вот так звучит текст диалога второго сюжета напомню что сюжет разворачивается в аэропорту и затем в гостинице проработав таким образом речевой материал я считаю мы с вами можем подойти к решению основной задачи которая перед нами стоит это попытаться по серии слайдов вместе с теми визуальными подсказками которые содержатся в каждом слайде попытаться теперь максимально близко к исходному тексту восстановить реплики тех персонажей которые участвуют в этих диалогах в этих микро сюжетах и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...